Говорит и показывает Ермаков. Никита, Севаставский, Юраски23, Аноним, НаконГД, Лавион, Гминский и Формикон. Хочешь и ты попасть в следующее видео? Отправляй любую сумму на мой донейшнолер. Ссылка в описании. А кто закинет 100 рублей и больше, попадет в 3 следующих видео. Кроме того, у нас есть группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Дискорд-сервер и еще 2 видеоплатформы наши отечественные, где я размещаю свои ролики. Это Рутюб и Дзен. Тоже переходите туда, подписывайтесь, добивайте там 500, 1000, короче до круглого числа кого-нибудь. Тоже все ссылочки находятся, сами знаете где. Пожалуй, стоит поговорить о том, какие системные требования нужны для Windows 11 и как ее скачать в условиях со санкций. С официального сайта Microsoft, кстати говоря. Есть кое-какой способ и это, к сожалению, не VPN. Потому что я пробовал уже скачать через VPN. Он пишет какую-то другую ошибку, но она заключается в том, что для некоторых регионов данная возможность ограничена и VPN использовать нельзя. Тащим то, что нужно для Windows 11. От 4 гигабайт оперативной памяти. Сейчас я найду, где ознакомиться. А вы тоже, кстати, если вам нужен проводник, открывайте либо корзину, либо эту иконку. Напишите в комментах. Во-первых, на компьютере должно быть от 4 гигабайт оперативной памяти. Вот как мы видим здесь. Должен быть поддерживаемый процессор. Совершенно рандомный список поддерживаемых процессоров составлен на сайте Microsoft. Это, короче, полнейшая бредятина. На компьютере должен присутствовать доверенный платформенный модуль версии 2.0, TPM 2.0. Вот достаточно запустить tpm.msk. И если здесь будет написано, что не удается найти настраиваемый платформенный модуль, то, к сожалению, TPM на компьютере нету и поставить нельзя. 64 гигабайта места на диске. У меня там, сколько? 44. Я, пожалуй, понадеюсь на русский авось и думаю, что прокатит. Windows 11 доступна только в 64-битной редакции. 32-бит, к сожалению, ушли в прошлое и больше их нет, и ты будешь сидеть на десятке. Ну, соответственно, всякие там мелкие требования. Но я всегда люблю говорить, что особенно требования с TPM, они притянутся за уши. И кроме того, компьютер должен быть в EFI, а не устаревший BIOS. Но это все легко обходится. Правда, потом или начинаются проблемы, или как минимум я видел в интернете нарисована плашка в углу экрана. Компьютер не соответствует системным требованиям, короче говоря. Я думаю, что можно начинать. А я напоминаю, что у нас есть цель в 100 тысяч подписчиков, поэтому подпишись на канал и поставь лайк на это видео. Потому что если не подпишешься, не поставишь лайк, мы не поставим Windows 11 на мою виртуальную машину, получается. Я специально ее настроил так, чтобы это был наш идеальный ноутбук. Но все ноутбуки не старше, так скажем, 6 лет должны обновляться до Windows 11. Ну и, соответственно, пишем в поиске. Windows 11 скачать. Первая ссылка ведет на сайт Microsoft. Мы его открываем. Если у кого-то что-то не открывается, то попробуйте VPN, попробуйте. И вот нам предоставляются три опции. Некий помощник по установке, мы его скипаем. Вот, ISO файл скачать с сайта нельзя. Вот если выбрать и нажать скачать, то будет ошибка. И с VPN уже другая ошибка будет. Нам понадобится вот это, создание установочного носителя Windows 11. Он спокойно качается даже без VPN. Просто жмем скачать. Пользователи жаловались, что даже через Creation Tool нельзя сделать. Какая-то ошибка, они удастся запустить средства. Тоже можно через VPN попробовать. Открываем наш файлик. Браузер можно закрыть уже. Он нам больше не понадобится. Да, принимаем лицензионное соглашение, которое никто не читает. Да, здесь все оставляем как есть. Нажимаем далее. Выберите носитель. Я выберу ISO файл. И вам рекомендую сделать то же самое. Но потому что создадим ISO, любой образ винды хранится в таком формате. Потом его можно будет замонтировать через проводник и оттуда запустить сетап. Да, пусть он будет на рабочем столе лежать. Все, идет скачивание Windows 11. Когда дойдет до 100%, я продолжу запись. Так, у нас тут 99% уже. Проверка загрузки. И идет создание носителя. После того, как оно закончится, на рабочем столе в нашем случае появится ISO файл Windows 11. И мы с вами продолжим. Итак, процесс успешно завершен. На рабочем столе создался ISO файл Windows, который весит всего 4 гигабайта. Ничего. Выходим отсюда. Закрываем. Делаем двойной шелчок по нему. И открываем C-TOOP. И сразу хочу превентировать все ваши вопросы. Сохранятся ли файлы, данные, документы, параметры и все остальное. Да, сохранятся. 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 Подчеркиваю. Сохранятся. Чтобы, если я видел такие комментарии, они были всего лишь рофлом. Надеюсь на ваше понимание. Установка Windows 11. Раньше здесь был выбор, получить обновление программы установки или нет. Сейчас Microsoft схитрила и вынесла это вот сюда. Настройка обновлений не сейчас. Далее. Идет проверка вашего компьютера. Если она нам скажет, что что-то не так, надо что-то исправлять. Почему? Что происходит? Процессор не поддерживается для данной версии Windows. Охренеть. Что я обычно делал? Я обычно заходил в папку Sources, и там есть такой файл. Вот. А про сервис DLL. Сейчас удаление этого файла уже не помогает. Надо, если у кого-то есть образ Windows 10, надо его просто заменить. Но так как это ISO файл, он как бы является неделимым, его придется разархивировать. Но это один из способов. Я покажу тот, который советовали на сайте Microsoft. И он заключается в редакторе реестра. Так, здесь надо зайти в K-Local Machine, System, Setup, Most Setup. Вот в этой фигне нужно создать параметр DWORD и назвать его Allow Upgrades with Unsupported TPM or CPU. Если на компьютере вообще нет никакого TPM, требуется как минимум версии 1.2, то это не сработает. Здесь ставим единичку. Жмем правой кнопкой. Изменить двоичные данные, значение 1. Или просто двойной шелчок по нему делаем. Все, закрываем реестр. Снова запускаем Setup. Настройка качания обновлений. Не сейчас. Дальше. Мы подготавливаем систему. Больше никакой ошибки нет. Даня молодец. Даня всех перехитрил. Эх, принимаем эту лицензию. Выберите то, что хотите сохранить. Тут автоматически выбирается обновление. Если обновить нельзя, он предложит или миграцию. Тогда перенесутся только документы, а программы придется устанавливать заново. Программы, кстати, тоже сохранятся. Кстати, очень странно, что этот ISO весит всего 4 гигабайта. Хотя, если скачать прям с сайта Microsoft, он там больше 5 гигабайт будет висеть. На самом деле, разница между тем, что вы скачаете Creation Tool и через него создадите ISO, и чем вы просто скачаете ISO каким-то образом. Там друга попросите. Там на самом деле, VPN нужен только, чтобы ссылку на скачивание получить. Вот если у вас есть друзья, которые живут не в России и не в Белоруссии, то попросите у них, чтобы они получили ссылку и дали ее вам. Но там ссылка действует ровно сутки. Ну и, собственно, качнете потом. Закончилась проверка, и после того, как я внес параметр, он тут начинает на что-то ругаться, что компьютер не соответствует требованиям, да и пофиг на него вообще. Мы жмем кнопку принять. О, вот сейчас начнется самое интересное, что у меня там не 64 гигабайта. Да, да, давай, установить. Ну, если у тебя ноутбук, то рекомендуется поставить его на зарядку, потому что разрядится и будет капут. Все, идет установка Windows 11, ты пока можешь пойти погулять. Ну и после одной или двух перезагрузочек должен появиться такой экран. Это нормально, оно обновляется. Ну что ж, если ты дошел до этого экрана, значит обновление прошло успешно, и совсем скоро можно будет начинать пользоваться 11-й виндой. Еще вот такая картинка может минут 5 повисеть, кружки на заднем фоне переливаются. Ну вот и все, товарищ, твой компьютер успешно обновлен до Windows 11 с сохранением всех файлов, как, например, наш ISO образ Windows, который мы создали через Creation Tool. Все у нас осталось на месте. Какой Windows 11 геморрой я, конечно, описывать не буду, и как его настроить под себя, это, как говорится, уже совсем другая история. Ну что ж, спасибо за просмотр, надеюсь, тебе понравилось, поэтому подписывайся к каналу и ставь лайк. Вступай в наши социальные сети и жди новых видеороликов. С вами был Ермаков, пока, на связи через камеру, иксо. Субтитры сделал DimaTorzok